Я сидел на передаче на одной, на нем были несколько выдающихся таких ученых серьезных. Один возглавлял комитет здорового образа жизни в России, человек, серьезный ученый, серьезный человек. Другой серьезно занимается изучением питания, то есть академик. Я не знаю, как я туда попал вообще, как-то странно там выглядел между ними. Но так или иначе, вот этот человек, который возглавляет комитет питания, он сказал, что уже давно известно, что красное мясо – это главный канцероген. Красное мясо дает развитие злокачественных опухолей. Это и есть то, что развивает злокачественные опухоли больше всего. А тот, который комитет здорового образа жизни возглавляет, он говорит, ты жареное мясо, что ли? Он говорит, да, конечно. Они так разговаривают между собой. И тот, который возглавляет комитет здорового образа жизни, он сказал, что ж теперь шашлыки не есть, что ли? Смотрите, наша философия и наука основываются на наших желаниях. Он отверг эту идею, потому что им нравятся шашлыки. Но верно говорят, если ты ученый, ты должен принять истину, нравится тебе это или нет. Если уже доказали, в 1979 году Всемирный комитет здравоохранения принял концепцию понимания ВОЗ, принял, что мясо – это вредная пища. В 1979 году было такое постановление, уже ученые вывели это, изучили, вывели мясо – вредная пища. Почему многие сейчас врачи заставляют людей есть мясо? Потому что они к нему привязаны. Многие врачи доказывают, что надо выпивать понемножку. Почему? Потому что они привязаны к спиртному. К чему человек привязан? Тут философию он ее развивает. Понимаете? Это не означает, что это наука. Например, мы решили, что растительная пища не содержит в себе заменимых белков. То есть в нем нет заменимых белков. Эта теория, она возникла где-то в 60-х годах. А где-то в 80-х годах ее уже полностью разгромили, эту теорию. То есть это была не научная идея. Во всех растительных продуктах эти все незаменимые аминокислоты существуют. Они оказываются заменимые. Но до сих пор врачи так считают, что растительная пища не является полноценной. До сих пор так ученые считают. Прошло уже 30 лет. Почему? Потому что им хочется так считать. Хотя это бездоказательно совершенно. Я сам исследовал этот вопрос. Многие в Индии, в Бенгале люди питаются только боба-ананами и кокосами вообще. И они здоровые, нормальные люди. А в Африке есть племена негров, которые только одними кокосами питаются. Только одними кокосами. Они в 2 метра рост, они такие бугаи. У них никакого амитомидоза нет. Если ты им скажешь, что у него амитомидоз, он тебя так поднимет, скажет, кого амитомидоз? И ты будешь ножками так болтать. Я не знаю, мне говорят, что у тебя. Философия должна основываться на практике, а не на этих всех измышлениях. Я разок в Киеве проводил смешную гидрянскую передачу. На ней был прямой эфир. И человек на этом прямом эфире, он спросил меня, он сказал мне, выдвинул постулат, а без мяса жить нельзя. Без мяса жить нельзя, он сказал. Я ему сказал, впервые на киевском телевидении находится мертвый доктор. Я уже 25 лет без мяса. Я уже умер. Видите, это же бред. И мы этот бред называем наукой, понимаете? Мы этот бред называем наукой. Беременная женщина, если она вегетарианка. Ей врачи говорят, у вас анемия, потому что вы не едите мясо. Это факт, что она не потому, что она неправильно питается. Но не потому, что она не ест мясо. Потому что люди думают, что вегетарианство означает скудная постная пища. Как это принято у нас на Руси. Вегетарианство означает кашка постная, салатики, вот это вегетарианская пища. Ничего подобного. Вегетарианская пища, она очень маслянистая, в масле купается. Это еще одна дурь, которую наши ученые придумали. Еще одна дурь. Что атеросклероз развивается от того, что человек ест много масла. Это дурь. Знаете, как лечить атеросклероз? Да, в Индии промасливают человека, у него все бляшки користериновые сгорают, растворяются и выходят. Атеросклероз это болезнь, которая возникает в результате того, что человек длительное время ест мясо, а так как мясо это психически тяжелая пища, она психику сковывает, и психика, тонкое тело ума, которое контролирует весь организм, оно застывает, перестает контролировать органы, и сразу все виды обмена веществ нарушаются, и белковые, и жировые, и углеводные. И в результате начинает все накапливаться там в организме, токсины, в том числе и в сосудах. Вот от чего атеросклероз развивает. Человек мясо перестает есть, и у него раз, сразу бляшечки уходят, и у него нормально все становится. Понимаете? Бывает, конечно, атеросклероз просто от нарушения обмена веществ. Это болезнь уже. Но она ничего общего ни с мясом, ни с маслом не имеет. В этом случае человеку надо меньше есть масла. Но это отдельный случай. Понимаете или нет идеи? Что нас дурят, дурят нашего брата, мои хорошие. Итак, смотрите, ведическое высказывание. Пища благости, приятна сердцу. Она должна быть свежей, упругой, маслянистой. Она должна быть приготовлена к любви, к Богу. Она должна готовиться в правильных сочетаниях и пропорциях. И должна правильно вкушаться, в правильном настроении. Вот это называется питание в благости. Что такое питание в благости? Веды говорят, что пища состоит из 50% пищи. Это психическая энергия того, кто готовит. Возьмите одно и то же блюдо. Готовит два человека разных. Возьмите пьяного человека. Он будет варить гречку простую. Вообще ничего не делал. Просто варит гречку. И возьмите священника, рядом будет варить гречку. Когда вы будете кушать гречку того, кто сварил пьяный, вас тошнит. Когда вы будете есть гречку священника, вы почувствуете счастье необыкновенное в своем сердце. Вот и все. Это ответ на вопрос, что пища, она не только состоит в белков, жиров, углеводах. Она состоит еще на 50% из психической энергии того, кто готовил. Поэтому ведическое знание говорит, надо не только правильно кушать, что очень важно, а также правильно готовить. Теперь давайте изучать, что такое благостные продукты. Благостные продукты это растения, которые отдают, а не берут. Вот допустим, смотрите, плодовые деревья. Они отдают плоды всему, что вокруг населяют. Плоды не предполагается, что это для дерева. Это отдается, понимаете? То есть дерево плодовое живет для всех. Понимаете? Это означает, что он дает благостные продукты. Это благостные продукты. Дальше зерно точно так же созревает для всех. Его клюют птицы. То есть зерновая пища тоже благостная пища. Дальше молоко. Продукт любви и коровы. Это благостная пища. Корень растения. Для всех растет? Нет? Нет. Там в жизни находятся растения. Это уже пища в страсти. Корни это в страсти пища. Цветки для всех или нет? Для всех. Цветки – это благостная пища. Семена, цветки – это благостная пища. Корнеплоды. Корнеплоды – это уже там жизнь находится. Это она уже не может быть благостной. Там есть страсть. А? Морковка. Морковка. Это жизнь. Кто-то забирает жизнь уже. Здесь благости уже нет. А грибы? А грибы – это вообще классно. Вообще классно. У меня одна знакомая ела грибы. Мы с ней разговаривали. Как живет, как растет продукт. Такова его природа. Она выращивает грибы. Она говорит, вот это благостный гриб. Я выращиваю. Вешенки – это благостный гриб. Я говорю, ну пойдем посмотрим, моя хорошая, как твои вешенки растут. Мы зашли к ней в подвал. Там стоит вонь, плесенью воняет. Света никакого нет. Висят мешки с шелухой семечной. И шелуха покрыта плесенью. А вешенки – это что за грибы? Это грибы, которые питаются грибами. Они эту плесень жрут и растут от этого. Что такое грибы? Это продукт питания, который питается гнилью, мои хорошие. Гнилью. У меня есть один друг, у которого мать работает в СЭС в Краснодарском крае. Всю жизнь. И она говорит, что у нас каждый год люди умирают семьями от грибов. Семьями. Причем от грибов съедобных. Они не поганки едят. Они едят маслята, белый гриб и так далее. Понимаете, почему умирают? Потому что грибы, все это споткло то, что всосало в себя, то и содержит. Допустим, зайчик бежал по лесу и брык, и умер. Гниль возник, он тухнуть начал, гнить. Куда гниль это идет? Кто съедает гниль? Грибы съедают, чтобы узнать. Дерево тухнет, портится. Кто дерево съедает, гниль в дерево? Грибы съедают. Поэтому грибы это не благостная пища. Это не благостная пища. Это, конечно, не животная пища. Но, кстати, чтобы вы знали, это промежуточная форма жизни между животными и растениями. Грибы это не совсем растения. Это сапрофиты. Сапрофиты, они промежуточные между животными и растениями. Промежуточный такой, как бы, вариант. А ягоды благостные. Давайте сейчас вы не вопросы задавайте, а меня слушайте. Давайте я вам сейчас буду уже рассказывать, что такое пища и как она создается, для чего она нужна. Смотрите, мы про молоко сказали. Молоко самый благостный продукт на Земле. Молочно-кислые продукты, они смеют благости и страсти. Но они тоже очень нужны человеку, потому что страсть нужна для деятельности. Что такое страсть? Это желание развития. Это тоже важно. Понимаете? Страсть находится в молочно-кислых продуктах. Молоко чистая благость. Так как в масле сливочным нет кислоты, нет кислого вкуса, значит это тоже благостный продукт. Вот. То есть, ну ладно, я наверное немножко не с того начал. Давайте с того начнем. Итак, смотрите, есть пять вкусов, шесть вкусов. Каждый вкус, он связан с определенными силами. Благостными, страстными, невежествами. Сладкий вкус, благостный вкус, самое главное. Вся пища должна иметь элементы сладкого вкуса, потому что сладкий вкус – это вкус счастья. Он имеет женскую природу, связанную с энергией Луны. Сладкий вкус. Итак, молоко имеет сладкий вкус, хлеб имеет сладкий вкус, чтобы вы знали. Это сладкий вкус. Молоко, хлеб и мед – все это благостные продукты имеют сладкий вкус. Все благостные продукты имеют преобладание сладкого вкуса, любой благостный продукт. Есть сладкий вкус, который чувствуется на языке, а есть сладкий вкус, который чувствуется в мозгах, то есть в психике. Допустим, фенхель, взять семи-фенхель, если его жевать, он практически не чувствует, что он сладкий. Но когда человек пожевал семи-фенхеля, то у него настроение становится очень хорошим, и он чувствует потом во рту сладость уже после этого. Это означает, что он тоже сладкий. То есть сладкий вкус всегда благостные продукты имеют сладкий вкус. Основной вкус у них сладкий. Дальше, следующий вкус – терпкий вкус. Терпкий означает ржаной хлеб, вяжущий терпкий или вяжущий вкус. Мало продуктов с вяжущим вкусом, мы знаем. Есть такая специя – куркума, она обладает вяжущим вкусом. Что еще вяжущим вкусом обладает? Черемуха обладает, еще что? Очень мало продуктов. Хурма обладает вяжущим вкусом. Что дей, айва? Это второй, после сладкого на втором месте стоит вяжущий. Что он делает? Сладкий вкус что делает? Он дает человеку счастье, принесет счастье. Человек расслабляет его и дает ему восстановление гормональных функций. Он уравновешивает все и восстанавливает. Когда? Когда человек ест сладкую пищу в то время, когда сила благости на земле преобладает. Когда сила благости на земле преобладает? Утром, в утреннее время. Утреннее время – это благостное время. С шести утра до двенадцати дня, когда солнце восходит, все расцветает вокруг. Все становится счастливым, да? Птицы поют. Это благостное время. Утреннее время. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются. А твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Так? Это утро. Это не ночь, понимаете? Утро. Так? Имеет такую энергию счастье, так? Или нет? Вы уделились, что я пою? А я просто без мяса живу уже 25 лет. Хорошо стало. За 25 лет стало хорошо совсем. Я также могу станцевать. Как-то странно, да? Человек поет на лекциях. Чего он поет? Не понятно. Детям нравится, но мы к лекции говорим. Итак, смотрите. Сладкий вкус надо есть утром. Если человек сладкое ест днем, днем надо есть сладкое тоже. Сладким вкусом пища должна начинаться. Сладкий напиток мы пьем сначала. И чуть-чуть сладкого едим после обеда. Сладким начинается пища, сладким заканчивается. Сладкий вкус основной всегда и везде. Вечером мы не должны делать основным сладкий вкус. Почему? Потому что все успокаивается, затихает. То есть сильно сладкий вкус возбуждает психику и нарушает таким образом обмен веществ. Есть такой вид сладкого вкуса, как пресный вкус. Это лунный сладкий вкус. Допустим, овощи. Они под каким цветом созревают? Под цветом луны. Допустим, вы знаете, бабушка собирает огурчики утром, да? Они такие, бабукают утром, становятся крепенькими такими. Почему? Потому что все овощи созревают по цветам луны. И поэтому они перевариваются по цветам луны. Поэтому овощи можно есть вечером. Это тоже сладкий вкус, только называется пресный. Этот вкус очень полезен в вечернее время, но крепляет гормональные функции, успокаивает, расслабляет. Если муж напряженный с работы пришел, ему жрать хочется. Это не значит, что ему хочется мяса. Это значит, что ему хочется расслабиться. Когда человек сильно напряжен, ему надо расслабиться. Поэтому тушеные овощи расслабляют человека. Вопрос только о привычке. Когда человек начинает есть, допустим, он сильно трудился много, ест тушевые овощи по вечерам, его раз расслабил, он хорошо встал. Он хорошо спит, спокойно. Проблем никаких нет. Терпкий вкус дает человеку выносливость, силу, работоспособность, сильный иммунитет, защиту организма от трудностей. Терпкий вкус основной, так как этот вкус в страсти находится, его есть надо днем. Если ты хочешь силу получить от терпкого вкуса, надо есть его днем. Потому что если терпкого или вяжущего наешься с утра, то у тебя перевозбуждение в организме наступит. Рано утром нельзя есть терпкий вкус в большом количестве, потому что пища начнет быстро выходить из организма. Возбуждение, сильное напряжение в организме будет. Дальше, следующий по очереди у нас стоит... Да, следующий кислый вкус. Кислый вкус – это вкус снятия напряжения, другого вида снятия напряжения, то есть наоборот снятия напряжения. Если терпкий вкус напрягает человека, то кислый вкус снимает напряжение. Он активизирует очищение в организме. Он тоже активный этот вкус, это не пассивный вкус. Он активизирует очищение в организме. Например, если очень много солнечной энергии, то кислый вкус может снять солнечную энергию, он охлаждает. Но кислый вкус может также от холода избавить. Понимаете? То есть он может также и нагреть То есть он избавляет от всего лишнего организма То есть он очищающей силой обладает кислый вкус Его тоже надо есть в обед Но мы знаем, что когда люди обижены на жизнь Они кисло едят на ночь вечером Кислый простаквал, это едят квашеную капусту вечером И есть разные времена года Благостное время года Это какое время года? Весна, хорошая весна Весна это самое благостное время года Все расцветает, красота кругом Так? И весной хочется чего? Сладенького Сладенького и кисленького Потому что солнце восходит, нагревает нас И мы освобождаемся от солнца с помощью кислого Вкуса Летом тоже кислого хочется Потому что много солнца Хочется снимать это напряжение Ну, много огня когда в организме Кислый вкус снимает человека напряжение Зима это осень, это уже лето и страсть, благость и страсть Осень страсть и благость А зима это невежество Поэтому зимой человек хочет квашеную капусту есть уже Соленые огурцы Понимаете, пища становится более невежественной Вот про кислую пищу, пища квашеная Это уже ближе к невежественной Понимаете? Свежая благостная, чтобы вы знали Итак, кислый вкус разный бывает Утром человек должен есть Если человек ест кислую пищу утром Он становится очень раздражительным, чувствительным Чрезмерно чувствительным Если человек вечером кислую пищу ест То у него нарушается обмен веществ Он обидчивым становится У него психика расстраивается Кефир кислый Поэтому кефир на ночь пить не надо Кефир на ночь пьют для того, чтобы очистить организм Это временное явление Это можно делать для очищения организма Когда в профилакторию приезжаешь И там тебе дают стакан кефира на ночь Ты пьешь, и у тебя стул становится очень мягким И очищается все ненужное из организма Это для лечения предназначено Не для жизни обычно Вечером надо пить молоко горячее с медом Два молока смешиваются Они помогают друг друга переваривать Пчелинное молоко помогает коровьему молоку перевариваться Они смешиваются вместе И получается очень сильный продукт Который улучшает психику человека И делает ее очень благостной Об этом писала Витцена И бонсина 800, если я не ошибаюсь, где-то лет назад Это величайший ученый в медицине Его трактатом, вот этой врачебной науке Пользовались 600 лет стабильно врачи У него столько глубокого знания О жизни, о пище Он писал о меде как уникальном продукте О молоке как уникальном продукте Он говорил, что молоко очень полезно пожилым людям пить Прямо противоположно, тоже современный ученый Потому что он говорит, что молоко, так как пожилые люди У них накапливаются едкие структуры в организме Едкость в организме, там растриты всякие, полиартриты, там Едкая энергия, токсины накапливаются Молоко, оно охлаждает эту едкую энергию и выводит из организма То есть оно успокаивает организм пожилого человека Но молоко само по себе трудно переваримый продукт Поэтому его надо пить с медом вместе Горячо подогревать его и пить вместе с медом Когда человек горячее молоко с медом пьет То у него психика сразу же, немедленно успокаивается И это обладает огромной снотворной силой, успокаивающей То есть энергия Луны тут же в организме воцаряется И с Луной снаружи гармонизирует В результате внутри организма Луна и снаружи соединяются И человек очень сильно отдыхает Он как молоко, как антенна, которая настраивает человека на Луну И дает полноценный отдых ему И прощение в сердце наступает Когда есть любовь, сразу наступает прощение Человек молочко попил и расслабил его сразу Он никого не хочет обижать больше Он хочет со всеми дружить Понятно, да, система? Дальше, следующий, после кепки, кислый А потом дальше Нет, мои хорошие, горькие это горе Сейчас будем выбирать соленый, острый, соленый, острый Соленый, острый Соленый вкус дает тонус человеку Тонизирует Если человек соленое ест вечером, он получает гипертоническую болезнь Почему? Потому что сильно будет тонизироваться организм Если соленое ест утром, у него очень сильное напряжение Ему очень трудно расслабиться в течение дня Он будет очень напряженно работать Вообще, чем больше человек напрягается во время работы Ему нужна сильная концентрация во время работы Соленый вкус концентрирует человека И нам нужна сильная концентрация во время работы Надо больше соленого есть Меньше концентрации в жизни, меньше соленого Соленый вкус регулирует активность мышления концентрация жизни человека, поэтому если вам говорят, не ешьте соленое, это вредно для здоровья, не слушайте, соленое полезно днем, в обед, вечером вредно, потому что вечером надо расслабляться, утром вредно, потому что утром это благостное, сладкое время, утром человек должен питаться сладким вкусом, вкусом счастья и любви. Дальше острый вкус предназначен для активности, для темперамента, темпераментные люди любят острое, грузины, например, очень темпераментные люди, и они любят острую пищу, то есть если человек темпераментный по природе, чем более темпераментный человек, тем больше нужна острая пища, Острая пища, она увеличивает эмоциональную силу человека. Эмоциональную силу. И острую пищу тоже надо есть в обед. Утром нельзя есть острое, потому что воспалительные процессы, то есть организм утром перевозбуждается, эмоции выходят из равновесия. Человек, который ест утром пищу острую, он становится неуравномешанным, не может себя контролировать. А вечером, если человек ест острое, у него все болезни, все воспалительные процессы его становятся. Вот когда врачи говорят, не кушайте острого, это означает, не кушайте острого вечером. Они просто не понимают, когда его не надо кушать. Если человек совсем не кушает острого, у него может пища начать не перевариваться. Потому что острая пища, она активизирует организм. Она его оживляет. Понимаете? Смотрите, чем севернее человек живет, тем меньше острого пищи он должен есть. Чем южнее, тем больше. Это зависит от силы солнца. Если, допустим, в городе очень мало солнца, там очень мало острой пищи, острого вкуса надо. Если очень много солнца, там больше надо острого вкуса. В Индии люди едят острого в 10 раз больше, чем в России, потому что там солнце в 10 раз больше светит. Оно в 10 раз сильнее светит, поэтому там острого в 10 раз больше. Нам не надо есть столько же острого, сколько в Индии. Понимаете? У нас меньше солнца. Допустим, у меня в Краснодаре больше солнца, там больше надо острого. Здесь меньше солнца, меньше надо острого. Острая пища зависит от темперамента человека. Если, допустим, человек очень темпераментный, но живет в каком климате? В спокойном климате, не темпераментном. Спокойном. Это значит, что острого надо побольше, чем всем. Понятную систему? Лук и чеснок. В этой связи самый лучший продукт – это хрен. Хрен. Лук и чеснок, они отдыхают по своим из хрена. Вот хрен – это продукт, так продукт. Есть особая группа продуктов, которые нужны для определенных функций организма. И когда врачи, вревние врачи, изучали, как лечить бесплодие, они обнаружили, что есть продукты, которые на вкус не очень вкусные, но они увеличивают сильно половую энергию в организме и дают возможность зачинать детей. Эти продукты выделили в определенную группу, хотя это не были продукты, они были просто лекарства. И их начали советовать кушать тем людям, у которых не хватает половой энергии для зачатия детей. Они лечили им бесплодие, эти продукты. Но если эти продукты есть слишком много, тогда бесплодие может возникнуть от избыточной функции. От избытка, понимаете? То есть избыточная энергия, когда идет в половые органы. Что это к чему приводит? К воспалительным процессам, к чрезмерной активности там и все прочее. Истерикам. Потому что на психическом уровне это тоже очень сильно сказывается. Есть несколько категорий таких продуктов. Все они портят характер, но улучшают половые функции. Потому что, смотрите, есть разные виды энергии в организме. Ведо описывают, что есть четыре энергетических потока. Первый энергетический поток идет вверх. Этот поток называется удана. Он приводит человека к самосовершенствованию, развитию. И он дает ему оптимизм, позитивное мышление и хорошее настроение. Этот поток энергии дают благостные продукты. Есть поток энергии, который идет вниз, называется апана. Этот поток энергии увеличивает гетерорные функции, увеличивает защитные силы организма, увеличивает у него способность заниматься сексом, аппетит и так далее. Сон улучшает. Очищение организма улучшается этим потоком, апаном. Есть определенные продукты, которые усиливают апану в организме. Но они же ухудшают характер. Потому что характер улучшается от увеличения удана в организме. Это продукты, которые с древних времен использовали для того, чтобы лечить бесплодие. Это лук, который увеличивает кровопрощение в половых органах, активизирует их. И увеличивает у человека похоть, сильное желание сексом заниматься. От лука возникает. И, соответственно, если человек злоупотребляет сексом, ему хочется лука. Потому что лук ему дает такую возможность. Дальше следующий продукт подобный. Это чеснок. Чеснок увеличивает... Увеличивает как бы в человеке половую силу. Половое влечение, половую силу и активность половых органов. Активность повышается. Ну, то есть, не просто здоровье там у них увеличивается. Активность в данный момент. И он дает человеку наглость в характере. Даже не наглость, а гневливость. Он так говорит. Гневливость в характере неуправляемости эмоциональной. Чеснок. И хрен. Это продукт, который увеличивает продолжительность половых отношений. То есть, он влияет вот таким образом. Он увеличивает как бы тоже силу в половых органах. И он дает человеку наглость как раз. Он так называется хрен. Даже похожие эти продукты, они похожи как бы в чем-то. Имбирь вообще тут ни при чем. Энергия идет вверх. Черт, имбирь. Мы говорим о хрении, луки и чесноке. И так как эти продукты, они связаны с половой энергией, поэтому они психически очень значимы. Всегда, когда продукт связан с низшими энергиями, он очень психически значим. И поэтому, когда я, допустим, говорю о бомбире, все спокойно относятся. Но если я говорю о чесноке, то сразу. Зачем я на лекцию только пришел на это? Потому что чеснок, он связан с важными функциями организма. И человек, как бы, он думает, ну, невежественная пища, ну, мне это надо. Лук берет за сердце сильно. Но это не благостная пища. Это пища, которая преобладает энергии невежества. Вы не задавайте вопросы мне, а то будет плохо вам. Вы просто печальнице будете потом. Потому что если вопрос задают, значит, вы привязаны к этому продукту. Ответ может быть не всегда хорошим с вашей точки зрения, поэтому лучше всего слушайте. Потому что у меня есть последовательность изложения. Так соленый вкус вечером напрягает, дают, а, острый. Острый вкус вечером разрушает полностью здоровье. Если вы хотите убить свой организм, я сейчас вам расскажу, как это делается. Если вы будете есть вечером острый, то сначала отвалятся органы пищеварения. Начнутся гастрит, панкреатит, калицистит, гепатит, вот это все. Калиты всякие, вот это все веселая жизнь, вот с этим связанная. Это просто острый вкус вечернее время. И жареное тоже вечернее. Потому что жарить, когда мы жарим, увеличивается острота пищи от жарки. Жареное и острое, это одно и то же. Результат вечером. Что? Тю-тю. А? Что? Вечером бирный чай пить? Зачем? Чтобы по подоконникам бегать потом? Он же повышает энергию бирный чай. Означает, что мы активность повышать все? Ух! Ну, а что делать-то? Не, ну если у вас зачатие детей планируется, да, пожалуйста. Да, ну, я сна, он вообще имбирь не нужен. Для чего имбирь вообще? Энергия идет вверх. Будете всех по подоконникам гонять по ночам. Ну ладно, дальше поехали. Вы меня перебиваете зря, мне какие-то основные моменты, главные даю, вы меня перебиваете. Веда не означает имбирь, как вы думаете, и Чаванпраш, и Трифола. Так придумали здесь просто в Питере. Много лет как бы об этом говорили, вот в этом направлении, так придумают. Веда значит имбирь, Трифола и Чаванпраш. Итак, дальше поехали, смотрите. Горький вкус находится в увежестве. Он хороший, это хороший вкус, он лечит человека, он активизирует иммунитет, защитные силы. Но горький вкус сам по себе, он не увеличивает счастье у человека. Горечь, она увеличивает защитные силы. Но это не подразумевает, что у него оптимизм развивается от горького вкуса. Понимаете? Горький вкус нужен когда? Когда человек болен. Заболевает человек, надо увеличивать горький вкус. Потому что в это время горькая жизнь наступила, понимаете? То есть болезнь это горькая жизнь, значит горький вкус надо увеличивать. Дальше. Горе наступило, кто-то умер, горький вкус хочется, горчицу есть. Так? Тяжело жить стало, горький вкус нужен. Допустим, много работы тяжелой физической, черный хлеб едим. Почему? Потому что там горький вкус, он укрепляет человека в чем? В его способности сражаться с тяжелой жизнью. Допустим, на работе работаем, там все матом ругаются. А это не сладкий вкус. Значит, надо есть горькую пищу, чтобы защититься от этого всего. Например, кориандр имеет горький вкус, там черный хлеб, горчица. Все это защищает человека в жизни от вот этих трудностей. Понятно, да? Вкусы как связаны с пищей, чтоб вы знали. Дальше поехали. Смотрите, вот мы решили, что утром надо есть сладкий вкус. Зачем? Зачем? Затем, чтобы увеличить в своей жизни любовь, оптимизм и счастье к окружающим людям. Как надо есть сладкий вкус утром? Зимой не надо есть свежие фрукты. Но давайте сейчас перечислим вообще, что утром можно кушать. Утром можно кушать молочную пищу, раз она благостную природу имеет. Дальше сладкие семена, то есть специи, сладкие специи можно кушать. Можно кушать сухофрукты, можно кушать мед, можно кушать орехи, которые тоже имеют благостную природу. Орехи вызревают где? На деревьях, да? Под энергией солнца. Все, что вызревает под энергией солнца – утренняя пища. Специи как вызревают? Под энергией солнца. Когда жарко, они становятся зрелыми, специи. Понимаете? Фрукты когда вызревают? Под энергией солнца. Вот смотрите, как определить, южное место или не южное? Я это определяю по фруктам. Я приезжаю куда-то и спрашиваю, у вас яблоки вызревают? Говорит, ну так. Это значит, что это уже не южное место, это северное место. Груши вызревают? Возревают чуть-чуть, значит поюжнее. Дальше персики вызревают? Возревают еще южнее. Вернее абрикосы. Персики вызревают? Возревают еще южнее. Персики – это совсем уже южнее, виноград. Дальше. Хурма вызревает еще южнее. Финики – это совсем уже чунга-чунга. Понятная система, нет? Чем южнее, тем фрукты более как бы… Фрукты вызревают под влиянием солнца. Это благостная пища. То, что под землей растет – это не благостная пища. То, что над землей растет – это благостная пища. То, что на земле лежит – это тоже может быть благостной, но уже не совсем. Чем выше к солнцу, тем более благостная. Система ясна? Допустим, морская капуста – благостная пища или нет? Нет, под водой. Уже как бы благости мало. Она успокаивает, расслабляет. Счастья не дает. Понимаете? Просто расслабляет, снимает напряжение. Благостная пища – та, которая дает счастье. Итак, смотрите. Зимой, так как много энергии воздуха, холодно. Надо стараться меньше есть благостной пищи, которая охлаждает. Какая-то пища охлаждает благостно? Свежие фрукты охлаждают. То есть утром, зимой свежие фрукты не надо есть. Дальше. Кефир охлаждает. А ряженка согревает, например, потому что она готовится под влиянием огня. Понимаете? Ряженка согревает, ее можно зимой есть. Кефир надо есть летом, утром. Кефир. Он охлаждает. Потому что летом человек перегревается. Но, может быть, здесь утром в Питере не так уж и жарко. И поэтому кефир, может быть, не всем подходит. Понимаете? Гремль притиши, северный город. Так? Итак, дальше поехали. Сухофрукты. Хорошо есть и зимой, и летом, но лучше всего есть зимой. Потому что они согревают. Какие сухофрукты самые хорошие? Это те, которые не сухие. Сухофрукты должны быть влажными чуть-чуть. Мягенькими. Они должны быть сухими, понимаете? Мягенькими должны. Это значит, что они хорошего качества. Плохого качества они сухие совсем. Это значит, что уже не благостные. Дальше. Орехи. Есть орехи подземные. Это не благостные орехи. Фундук там и так далее. А есть надземные. Вот это благостные орехи. Арахис подземный. Да, арахис подземный. А фундук это благостный уже. Понимаете? Разница в этом. То есть, вот эти все, которые над землей, можно есть утром. А арахис уже утром не надо есть. Его надо есть только в обед. Теперь, разница между женщиной и мужчиной. Женщинам надо больше есть сливки и молоко. Допустим, больше молочной пищи. Молоко надо есть до восхода солнца. Сливки можно есть уже после восхода солнца. Сливочное масло есть для детей другие в достаточном количестве. Потому что это самая чистая энергия огня. Масло нужно для того, чтобы разжигать пищеварение. Сливочное масло это единственное масло, на котором надо готовить пищу. Самое лучшее масло для приготовления это не жир барана, как некоторые думают, а сливочное масло. Понимаете? Потому что, если ты на жире барана разогреваешь, соответственно, у тебя будет мышление, как у барана. А если ты будешь маслом питаться сливочным, то это благостная пища, это энергия любви, это продукт любви коровы. Понимаете? Будешь любить всех, если бы сливочное масло было. Дальше поехали. Итак, как питаться с утра. Сыр, сметана, орехи, сухофрукты, да? Каша на молоке. Смотри, я про кашу чуть попозже скажу. Сыр, сметана, сухофрукты, орехи. Все это смешиваем и едим. Все с медом. Счастье уже больше, да, сразу стало? Смеются сразу. Теперь, как лечить депрессию? Вот, допустим, у вас депрессия. Депрессия у вас такая. Депрессия. Ночь яблоком стучит ваш муж. Вот такая депрессия, если у вас. Лечится очень просто. Не надо жрать эти антидепрессанты. Потому что природа – это самое лучшее лечение. Смотрите, люди в невежести лечатся спиртом. То есть они лечатся, все лечат только водкой. Ну, допустим, простыл спирт с этим, с перцем черным и вылечился. Что, думаете, не вылечился? 100% все бактерии будут уничтожены. Просто стакан спирта и перец черный. Хрящ! Глаза на выках. И все, и вирусам никаких шансов жить. Потому что они так прихтеть не могут. Они сразу просто… Понятна система? То есть невежественные люди лечатся спиртом. Страстные люди лечатся химией. Какой химии? Гербалайф, там, современной химии. Не то, что совсем уж прям химической. Да невежественные люди совсем химическое лечатся. Надо что-то по барабану что-то пить. А страстные питьят коралловый клуб, гербалайф, там, это… Это тоже химия, но она современная уже. Благостные люди понимают, что все, что создано Богом, это самое лучшее. Поэтому они как лечат депрессию? Они берут и кушают сухофрукты, финики, курагу, там, мед, молочная пища. Утром поели… И на душе не случайно светло и не случайно весело. Понимаете? От того, что поел благостную пищу, хорошо сразу стало. Понятная система, нет? Депрессия, если у вас депрессия, то вы едите вот утром. Побольше утром. В нем не обязательно много кушать. Утром покушали сладенького такого вот побольше и так и хорошо стало. Депрессия, если вы устали вот психически. Так, такая пища, я знаю. Специи сладкие. Смотрите. Пенхель, Анис, Кардамон, Шафран, Кизил, Баркарис. Дальше. Бадьян. Корица. Еще. Гвоздика. Гвоздика. А? Гвоздика. А? Гвоздика. Гвоздика? Гвоздика. Эти еще сладкие специи. Этот. Майоран. Мускатный орех уже так остренький. Утром не надо есть. Майоран. Этот. Базилик. А? Вот это вот все. Вот этот сладкий спец. С утра. Отлично. Понятно, да? Система. Корица с утра очень хорошо. Очень хорошо. Она по три темуника повышает. Силы жизненные повышают. Супер. И причем интересно, что если утром человек ест такие вещи, то у него давление не повышается. Тонус повышается, а давление не повышается. И надо думать, что если у тебя тонус повышался, значит давление повысится. Нет? Например, бадьян повышает тонус и давление снижает, наоборот. А корица, она повышает и тонус и давление. Поэтому гипертоникам лучше корицу, конечно, не есть слишком много. Ну вот такая система. Дальше поехали. Обед. Обед. Все шесть вкусов должны быть. Все вкусы присутствуют в обеде. Зачем? Чтобы наполнить жизнь всеми цветами радуги. Чтобы жизнь была колоритной, наполненной. Чтобы человек должен иметь все черты характера в себе. Каждый вкус характера, каждый вкус свою черту характера культивирует. Как надо кушать в обед в нашей местности? Потому что если вы поедете в Северную Индию, вам надо одним образом обедать. В Южную Индию другим образом обедать. Понимаете? Везде по-разному. Вот у нас вот так обед. Значит, надо выпить сначала сладкий напиток какой-то, который вам нравится. Отслащённый. Сладкий не означает, что он все уже совсем. Подслащённый напиток. Дальше. Потом салат. После салата уже есть холодные блюда, есть горячие блюда. Горячие блюда всегда делаются на масле. Холодные блюда не делаются на масле. Ну, имеется в виду, растительное масло можно добавлять, но холодные блюда могут быть со сметаной и так далее. Сначала человек ест холодную пищу, потом начинает есть горячую. Если у человека плохое пищеварение, он пищу запивает супом. Если совсем плохое пищеварение, сначала ест суп, потом каши там различные, там и гарниры. Вот. Когда у человека среднее пищеварение, он запивает супом. Когда очень сильное пищеварение, он пьёт суп в конце. Вот поел, всё, уже потом суп. А потом уже сладкое. Сладкое, сладкий, сладким человек заканчивает, начинает есть сладким и заканчивает. Жизнь должна быть сладкой. Жизнь должна быть не солёной, не горькой, не острой, не спиртной. Должна быть сладкой. Дальше. Вечер. То есть овощи тоже днём едятся, потому что после 12 часов, когда у нас завтрак, завтрак с 6 до 8 утра. Когда у нас обед с 12, где-то, ну там, с 11 до 2, так, примерно. Уже солнце перевалило, и поэтому луна начинает усиливаться, овощи, и обед переварится в течение 6 часов. Луна в это время усиливается, и овощи сильнее переварятся. То есть в обед овощи хорошо. Фрукты хорошо в обед? Уже нет. Фрукты надо есть только с утром. Ещё можно есть фрукты вечером для тех людей, у кого очень много огня в организме. Понимаете, вечером фрукты, если у человека много огня в организме, он фрукты ест и охлаждает себя. Потому что фрукты, они охлаждают человека. Они дают оптимизм, но охлаждают. Понятная система, да? А как по лету сколько огня? Очень просто. Если жарко спать, значит много огня. Если холодно спать, значит мало огня. Если зимой жарко, значит много огня. Летом тяжело жить, значит мало огня. Ой, летом тяжело жить, много огня. Зимой жарко, хорошо жить, значит много огня. Летом хорошо жить, значит мало огня. Зимой холодно, значит мало огня. Понятная система, да? Непонятно, сейчас объясню дальше. Если на всех выпендриваешься, а рвёшься, я говорю, а вы трёх, козлы, ненавижу, значит много огня. Обижаюсь, что на всех ходишь, значит много огня. А если наоборот так думаешь, что ты не понимаешь, что они от меня хотят, тупишься, значит мало огня. Вот допустим, в Эстонии много огня или мало? Такой анекдот. Эстония едет на брезине, по железной дороге. Другого спрашивает, до Таллина далеко? Говорит, сто километров. Раз сел мы на брезину, едет короче. И тот говорит, а теперь до Таллина далеко? Тот говорит, а теперь далеко. Это темперамент нации означает. Эстонцы очень хорошие, добрые люди. Я просто шучу так. Везде есть свои темпераменты. Я про русский тоже могу рассказать. Ну ладно. Идея в чем заключается? В том, что в обед все шесть вкусов должны. Вот в этом и день. Это страстное время. Утром предназначено для самосовершенствования. Обед, день предназначен для труда. Вечер предназначен для любви. Понятно? Вечером как кушать? Орехи можно есть утром, вечером и днем. Вот. Вечером, да, зерна, зерновая пища. Очень ценно и важно знать, что такое зерно. Зерновая пища, это пища, которая дает психическую силу человеку. Которая дает активность жить. Преодолевать трудности, понимаете, сражаться за судьбу. То есть это пища, которая дает силу интеллекту. Она дает мышление человеку, дает способность как бы побеждать трудности. Но эта пища имеет одно уникальное свойство. Она созревает под лучами очень сильного солнца. Зерно не может созревать, когда солнца не хватает, понимаете? Зерно созревает всегда, когда солнце светит очень ярко. И как оно созревает? Оно вызрело, зерно, и высохло. То есть весь стебель высыхает. Когда зерно вызрело, растение уже погибло в это время. Понятно, да? Само зернышко, оно переваривается очень трудно в организме. Под влиянием очень сильного солнца. Вы должны знать, что у человека есть несколько видов пищеварения. Благостное пищеварение. Что это значит? Это значит, что пища переваривается сама. Под влиянием этого мира. Солнце, эта энергия дает силу пищеварения человеку. Когда солнце поднимается, сила пищеварения слабая. И в это время надо кушать пищу легкую, легкая пища. Это кисломолочная пища, это фрукты, сухофрукты, орехи, мед. Это легкая пища. Зерновая пища, бобовая пища, это тяжелая пища. Пища, которая требует очень много солнечной энергии. И поэтому человек ее должен есть днем. Для того, чтобы получить силы, мышление, способность побеждать жизнь, человек должен есть зерно. Чем меньше он активно живет в этом мире, тем меньше ему зерна нужно. Допустим, монахам вообще оно не нужно. Они спокойно живут себе, им не нужна молочная пища, благостная. Но зерно это благость и страсть. То есть это пища, которая дает силу человеку побеждать трудности. Зерно. Только поле не сына. Золотые слова, хлеб всему, голова. Да, помните? То есть хлеб означает способность побеждать, способность жить. То есть это дает иммунитет, защитные силы, дает мышление, стойкость, твердость, характер и так далее. Но и кушать его надо днем. Когда человек утром кушает зерновую пищу, у него психика не способна работать, потому что все идет на переваривание зерна. Мышление ослабевает, понимаете? Если человек вечером ест зерновую пищу, то он не может нормально соснуть, организм перевозбуждается. Хлеб очень сильно мешает нормально мыслить. Поэтому каши молочные с утра есть не надо. Творог можно, но надо знать, что это такое. Творог это самая холодная молочная пища. Допустим, летом творог классно есть. Но если вы едите зимой творог с утра, может кишечный колон стать. Ну то есть эта пища не всегда полезна, особенно в холодном городе. В этой связи лучше есть сыр. Его можно есть и утром, и вечером, и днем. Почему? Потому что сыр это горячий продукт, он согревает. И он, так как он молочный, кисломолочный, он естся и утром, и вечером, и днем. Конечно, вечером он уже тяжелее переваривается. Утром хорошо переваривается, вечером тяжелее. Вечером вообще лучше кисломолочную пищу не есть. Лучше вечером есть орехи и овощи тушеные. Теперь способы приготовления. Смотрите. Самый лучший способ приготовления пищи. Это запекание пищи. Запекание продукт сохраняет. Продукт сохраняет. Оставляет его целостным. И запеченный продукт также надо промасливать. Надо понять, что вся пища должна быть промасленной. Потому что если вы пищу не промаслили, она плохо переваривается. Те, кто питается мясом, у них пища промасливается автоматически, потому что в мясе очень много жира. Она промасливается за счет мяса пищи. Но если человек ест без мяса, он должен промасливать пищу сам. Пища должна быть маслянистой, она не должна быть сухой. Кашу маслом не испортишь, как говорят. Понимаете? Это очень важно знать. Это ценно и ценно знать. Также надо понять, что пища без мяса должна быть также белковой. Там должно быть много белка. Это не то, что одну зеленку надо есть. То есть надо, чтобы пищей были молочные продукты во всей. Особенно молочный белок. Есть такой интересный продукт, как создается молочный белок. Берете молоко, кипятите и добавляете туда лимон. И в какой-то момент молоко сворачивается. Когда оно свернулось, вы берете в 4 слоя марлю и прямо горячее это молоко выливаете туда, в эту марлю. И белок вот этот весь в марле остается, а сыворотка уходит вниз. Сыворотка нужна для того, чтобы делать суп. Ее в обед надо есть. Из сыворотки самый лучший суп получается. А вот этот белок, надо его положить чуть-чуть под пресс. И его потом надо нарезать кубиками и жарить. В отличие от сыра, который плавится при жарке, этот белок не плавится. Он как бы жарить не означает прожаривать. Понимаете, прожарить означает промасливать. Согласно ведом, прожарить означает промасливать. Это не означает, чтобы корка была. Понимаете? Надо, чтобы продукт промасливался. В этом смысл жарки заключается. Да, промасливание. Жарить означает промасливать. Так, запекание самый лучший способ приготовления пищи. Дальше. На пару. Приготовление на пару. Тоже все сохраняется. И пища становится очень мягкой и полезной. Запекание дает, увеличивает пищеварение. Пища пропитывается огнем. Она упругая, крепкая. Здоровая пища означает, пища какая? Полусырая, упругая. Она дает силы человеку. Овощи нельзя тушить так, чтобы они совсем вот такие стали. Понимаете? Овощи должны быть упругими всегда. Когда вы овощи готовите, они должны быть упругими. Это означает здоровая пища и вкусная. Если у вас овощи вот такие вот совсем уже, это означает, что эти овощи предназначены для разжигания пищеварения. Их надо уже, это называется уже приправы, то есть гарниры. И они нужны, их наполняют надо специями уже. Они предназначены для разжигания пищеварения. Но если там нет ни специй, ни приправ, и овощи вот так вот приготовлены, и масла нет, значит, она у вас колом станет там вся эта пища. Эта пища уже не благостная, невежественная, понимаете? Благостная пища всегда, она маслянистая, упругая и отдельными кусочками. Допустим, как надо готовить рис или кашу? Они должны быть отдельными зернышками и маслянистые. Гречку таким образом очень просто готовить. Берете, заливаете гречку на ночь водой, утром открываете кострюлю, гречка уже готова. Она набухла и все, и сварилась. Ее потом берете, разогреваете с маслом и кушаете все. Больше не надо ничего делать. Гречку можно есть утром, днем и вечером. Почему? Потому что не зерновая пища. Гречка это не зерно. Зерна все растут в колоссе. А? А что это? Пророщенную пшеницу. Пророщенную пшеницу надо есть в обед. В виде салата. То есть надо перемалывать эти зерна и есть. И прорастать надо не пшеницу. Прорастать, прорачивать надо все подряд. Вот все, что вы видите семенное. Вот видите семя, допустим, семя кориандра, семя мемпенхеля, семя укропа. Что хотите, любое семя надо прорачивать. И это очень полезно. Их надо есть пророщенные зерна понемногу, по чуть-чуть каждый день. Добавлять в салат. Можно их прокручивать на мясорубке и добавлять в салат. Понятно, да? Система. Пророщенные зерна прорачиваются очень просто. Берете сито, самое мелкое сито, и насыпаете зерна на него. Зерно должно быть влажным, но оно не должно задыхаться во влаге. Если зерно влажное, но лишняя влага стекает через сито, то его надо брызгать просто. Вот это, пшикалки брызгать. И все, и оно прорастает за 2-3 дня. Когда вот до такой степени проросло, это значит, что оно дает человеку силы. Когда оно чуть-чуть проклюнулось, то такое зерно, оно дает человеку питательные вещества. А если вы хотите энергию, силы, иммунитет, тогда оно должно дорасти до 2 сантиметра. То есть прорачивать можно, и чуть проклюнулось, и 2 сантиметра, в зависимости от потребностей. Чем больше вырастает, тем меньше вкуса. Маленькое немножко прорастает вкусно. Больше прорастает, меньше, менее вкусно, но более силы больше дает. Теперь смотрите, дальше возвращаемся к благостности пищи. Чем более сладкая пища, тем более благостная. Чем выше растет, тем более благостная. Чем больше солнца на него влияет, и луна, тем более благостная. Допустим, яблоко растет высоко, солнце влияет, благостный продукт. Сладкий. Сладкий вкус преобладает. Если, допустим, апельсин, у него сладкий вкус преобладает. Нет, значит, уже их благости меньше, так? Цитрусовые — это страстные продукты. Поэтому цитрусовые надо есть аккуратно. Если у вас есть воспалительные процессы в организме, цитрусовые надо отменять, значит. В них много страстей в цитрусовых. Они хороши для того, чтобы активизировать организм. Вот, допустим, если у вас не хватает силы, тогда надо цитрусовые есть. Когда есть? Можно днём даже есть понемножку. Может, даже перед обедом есть или после обеда. Утром тоже можно есть, если вам надо активизировать организм цитрусовый. Но если у вас воспалительные процессы в организме идут, очень опасно их есть, можно пострадать сильно. Ещё больше воспалений может произойти. Итак, цитрусовые — это не те продукты, которыми надо увлекаться. Все благостные продукты обладают своей силой влияния на организм. Допустим, яблоки дают человеку спокойствие, жизнерадостность, умиротворение. Груши активизируют человека, тонизируют, даёт ему работоспособность. Сливы дают человеку любовь, любвеобильность. Они увеличивают в человеке доброту и улучшают кровообращение, соответственно, и улучшают жизненные функции организма. То есть сливы, чернослив — это полезный продукт для тех, у кого страдает кровообращение. Яблоки полезны есть у кого в депрессии. Руши — у кого сил не хватает. Хурма — это продукт, который успокаивает человека, расслабляет и даёт ему жизнерадостность одновременно. Киви — нужно тому есть, у кого работа связана с общением, потому что там много энергии Меркурия, то есть общаться, когда нужно много говорить. Но киви хорошо подходит. Финики дают и увеличивают жизненные силы. Финики — это продукт, который даёт человеку возможность побеждать болезни тяжёлые. Вообще финики лучше всего перевариваются в организме. Это самый такой благостный и легко перевариваемый продукт. Когда человек уже ничего кушать не может, финики он всё равно будет есть. Это очень лёгкая пища, дающая человеку победить болезнь. Итак, мы сейчас разбираем с вами фрукты, то есть продукты, выращенные под влиянием Солнца. Понятно? Солнце. Есть ещё один вид благостных продуктов, которые выросли под влиянием Луны и женских планет. Есть солнечные благостные продукты, есть лунные благостные продукты. Какие благостные продукты относятся к Луне? Кокос — это очень благостный продукт, его надо есть обязательно. Он обладает колоссальной энергией Венеры. Венера увеличивает здоровье в теле человека. Венера увеличивает женские гормональные функции, а для всех людей она несёт здоровье. Венера управляет здоровьем. Эта Венера балансирует все жизненные функции в организме. Поэтому кокос можно есть утром, днём и вечером. Лучше его есть в свежем виде. Есть три продукта, которые уникальны. Они дают организму женскую... Женская энергия организм лечит, а мужская энергия активизирует. Понимаете? Женская энергия лечит организм, мужская активизирует. Фрукты активизируют организм, сухофрукты активизируют, финики активизируют. А кокосы, авокадо и кунжут три продукта, обладающие максимальной энергией Венеры. Эти продукты надо везде добавлять в пищу. Они увеличивают здоровье человека. И баланс. Они балансируют гормональные функции. Они для женщин хорошо, для того, чтобы зачинать детей там и так далее. Таким образом, кунжут, кокос и авокадо это самые лучшие продукты, обладающие женской энергией. Если говорить о самых лучших продуктах, которые улучшают обмен веществ, это шпинат и салат. Лист салата и лист шпината. Я когда был в Лос-Анджелесе, там есть такой интересный напиток, они делают, они берут лист шпината, его перетирают на блендере, и получается шок, сок такой зеленый. И он был вроде бы невкусный, но когда попил, у тебя очень сильно активизируется мышление, и можно много трудиться, думать. Вот этот сок шпината, это колоссальная такая сила, дающая человеку улучшение обмена веществ в организме. Это хороший продукт, его надо использовать в пищу. Шпинат. Можно выращивать эти все вещи просто на подоконнике, где угодно, можно даже здесь. Вместо того, чтобы эти все вот страсти в невежестве растения, которые вьются, растения неблагостны недалеко. Добить в силу. Они почему вьются? Потому что они вивают растения для того, чтобы он придушит, чтобы вы знали. Вместо этого надо выращивать на подоконах и шпинаты, и салаты, розы. Вот это надо выращивать. Понятная система, нет? Что и делали на Руси раньше. В домах растили вот эти вот все продукты, которые потом кушали. Вы устали немножко? Тяжело про продукты, да? А вот наши и не наши, кстати. Сейчас я вам расскажу про наши и не наши. Это важно знать. Смотрите, все благостные продукты наши. Если продукт благости, он наш, потому что он подходит всем людям на земле. Благостный человек, хоть он негр, хоть он чукча, если он благостный, он все его любит. Помните? Увезу тебя, я в ту меру. Увезу. Все любили, все пили. Вот. Потому что благостный человек, он хороший. Вот. То есть благостные люди всех любят. Бананы, финики, они у нас растут, нет? Все едят. И всем будет подходить. Но есть продукты страстные, страстные, есть невежественные. Невежественные продукты подходят только в нашей местности. Допустим, есть карелла такой продукт, горькая дыня. Вы его есть не будете. Он растет в Индии, там его едят. Здесь даже не собираются. Почему? Потому что он невежественный, горький продукт. По вкусу на дуванчик попозже. Дуванчик пробовали, вот такой продукт. Вот там ему едят с удовольствием, там ему нравится, он там у них растет. Редька у нас растет. Это надо у нас есть тоже. Там в Индии его не выращивают, не нужно ему туда сто лет. А своих хватает. Понимаете, невежественный продукт только у нас едим, страстные продукты уже меньше диапазон, благостные по всему миру, по всей земле. Вот это наше, не наше. Если наше только есть, это значит редька, рожь, капуста и все, по-моему. А? Корнеплоды, вот это корнеплод, не корнеплод. Давайте будем сейчас в этом разбираться. Вопрос. Смотрите, интересно, как об этом думать, как с этим рассуждать. Смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что человек, который трудится на этой земле, работает, он сталкивается с трудностями. Ему нужно побеждать. Побеждать. Чтобы побеждать, нужно есть корнеплоды. Потому что от фруктов у тебя вот этой энергии победы не будет. От фруктов дают оптимизм, счастье, ля-ля-ля-ля-ля. Но если ты хочешь работать серьезно, ты должен есть зерна и должен есть корнеплоды, иначе у тебя не будут силы работать. Прорушенные зерна, к вашему сведению, тоже, они связаны с убийством. Потому что зерно прорастает, ты его убиваешь. То же самое, как корнеплод. Но без них нет жизненной силы. Понимаете, если человек активно трудится, ему нужно жить активно. Должен есть достаточно овощей. Причем, каких овощей? Овощей, которые растут под землей. Ну, как их есть? Их надо тушить. Лучше всего... Смотрите, разный способ приготовления пищи. Самый тяжелый вид приготовления пищи – это жарка. Он предназначен для того, чтобы чувственную деятельность активизировать в организме. Это нужно делать, когда праздник. Пищу жарят, когда праздники, для того, чтобы всем было весело. Жаренная пища, она веселит человека, как бы расслабляет, но она тяжело переваривается. Понимаете? Пища для поседневного питания, она делится на два вида. Одна из них тушится. Это пища, которая одна тушится под влиянием воды, другая тушится под влиянием огня. Если у вас воспалительные процессы в организме постоянно, и у вас изжога там и все прочее, вам надо тушить пищу на пароварке, ну то есть на под влиянием воды. То есть пар идет, пароварка, пар идет, не вот эта пароварка, а в которой пар идет снизу. Вот эта пища под влиянием пара, она становится такой, как бы, Все витамины сохраняются, и ты ее кушаешь. Она успокаивает психику, организм. Это благостная пища. Ее надо потом, после того, как пропарил, промасливать. Пища должна быть обязательно промасливой. Не думайте, что если вы промаслили пищу, значит у вас будет атеросклероз. Это бред вообще полнейший. Полнейший бред. Я вам говорю, что для того, чтобы вылечить атеросклероз, надо организм промаслить. Знаете, есть такая методика лечения панчакарма. Как она происходит? Человек пьет масло, и его промасливают, и делают им масляный массаж. Это делается в течение двух недель. У него масло уже начинает выделяться из пор тела. До того доходит, что он парится, потом он идет в баню, пропаривается. И у него во время бани, у него вместо пота масло выделяется из тела. И это масло, которое промасливает весь организм, оно сжигает все токсины, все бляшки, и человек полностью омолаживается. Он становится, как будто заново родился, понимаете? Масло само по себе ничего плохого не делает организму. Я больше вам могу сказать, что если человек смазывает маслом волосы себе, знает, какое масло правильно подбирает, то волосы у него до старости нормально выглядят. Легкое промасливает, то есть надо сначала сполоснуть под душем волосы, потом немножко масла, прям вот чуть-чуть, четверть чайной ложки промазать волосы, потом опять под душ, чтобы лишнего не было, потому что масло очень сильно влияет на организм. Если человек промасливает тело каждый день чуть-чуть, знаете, как промасливает тело? Помыться под душем. Масло, которое тебе подходит, взял капельку и растел на мокрое тело полностью растел, потом опять под душ, чтобы лишнее смыть. И вот чуть-чуть это масло остается, это масло, оно защищает человека от болезни, дает защитные силы, очень увеличивает. Масло само по себе это очень хорошая вещь, не надо его бояться. Понимаете? И так же промасливать надо пищу, но не вечером и не утром. Промасливую пищу нельзя есть ни вечером, ни утром, потому что вечером промасливая пища идет как раз в атеросклероз, потому что переваривать нечем это масло. Вечером переваривается не солнечная энергия, а лунная. Вечером тушеную пищу надо переваривать. Пища вечером должна быть просто пресной, тушеной. Чуть-чуть подсалить, а? Кашу с маслом можно, если это же днем делается. Вечером кашу не надо есть, вечером она не переваривается. А? Каша днем ест. А? Гречка можно утром, это не каша. Гречку с молоком можно с утра. А с маслом? Можно с маслом. Гречка с утра можно, гречка с маслом. Но это не каша. Каша означает зерновой продукт. Все зерна растут в колосе. Это рис, дальше кукуруза, пшеница, рожь, ячмень. Это зерна. Бобовые тоже есть надо только днем, потому что они созревают под солнцем. Это фасоль, там всякие далы и так далее. Понятно, да? Дальше поехали. Смотрите, то есть разные формы приготовления пищи. Суп предназначен для того, чтобы разжигать пищеварение. Каждый человек выбирает, сколько ему супа есть сам. Если пищеварение очень сильное и чрезмерно сильное, надо много супа есть. Если пищеварение слабое, мало супа есть. Но суп в целом разжигает пищеварение, ему надо есть. Салаты предназначены для того, чтобы давать человеку силы. Например, если человек ослаблен, ему нет силы. Ему надо больше салатов есть. Он говорит, я работаю целый день. Если ты работаешь целый день, ешь салат. Салат со сметаной, там с сыром, там все правильно, там нужно белок. Но салат, сырая пища, она увеличивает силу человека. Ему становится сильно, очень хорошо. Рощенные зерна увеличивают силу. Если человек чувствует слабость, у него опять концентрация внимания, больше салатов, больше сырой надо пищи есть. Если человек мерзнет, постоянно его крючат, вот так он скован постоянно, больше вареной пищи надо есть. Сыроедение. Сыроедение. Я, например, сыроед. Я каждый день ем сыр. Но если человек думает, что сыроедение это что-то другое, то он от этого может пострадать. Почему? Потому что сыроедение означает только одно, что у человека столько огня в жизни, что он без сырой пищи просто погибает. И все сыроеды говорят, я загибался в жизни, и начал, когда есть сырую пищу, я стал здоровым человеком, счастливым. Это только одно означает, что у него очень много огня в жизни было, и он ему охлаждает сырой пищей. Если у человека мало огня в жизни, он начинает есть сырую пищу, его сключивает. У него суставы вылетают, кишечник, все, позвоночник, он такой становится, вот, сырой пищей, очень напряженной. Поэтому сколько сырой пищи человек должен есть, чтобы тонизировать свою жизнь? Если жизнь напряженная, активная, больше сырой пищи. Жизнь спокойная, расслабленная, больше вареной пищи. Зачем нужна вареная пища? Вареная пища дает человеку энергию любви. Пища должна готовиться в настроении любви к Богу. Человек, когда готовит пищу, он должен быть сосредоточен на Боге. Человек не должен готовить для родственников, тем более для собачки. Он должен готовить для Бога. Когда человек готовит для Бога, он должен взять, потом поставить эту пищу на алтарь, хотя бы маленьких тарелочек. Это называется освященная уже пища. Освященная пища освобождает человека от всех грехов. Веды говорят, когда человек овощи ест, он все равно получает от этого страдания. Даже овощи убивать нельзя, по сути. Но когда человек освящает пищу, то эти страдания все уходят. Освященная пища, когда для Бога приготовленная, то эти овощи, они рождаются в более высокой форме жизни, в следующей жизни. А мы получаем энергию любви в свой организм. Веды говорят, что человек, когда ест освященную пищу, он освобождается просто от этого процесса, от всех грехов своих. Я знаю одну интересную историю, для вас это будет поучительнее. Один мой знакомый рассказал мне ее, и я увидел, что это правда. А история такова. Кстати, это было в Питере, чтобы вы знали. Один молодой человек, он начал заниматься духовной практикой, ведической традицией, начал освящать пищу, кормить всех своих знакомых. И он накормил также своего друга несколько раз. И один раз этот друг пришел ему во сне и объяснил ему, что спасибо тебе, ты мне очень помог. Но этот друг был интересным образом выглядел. У него была сломана нога и пробита голова. Изуродована голова и пробита нога. И он позвонил, так как он давно не видел этого своего друга, он позвонил маме его. И мама сказала, что на самом деле мой сын погиб в железнодорожной катастрофе. Он погиб от удара, ушиба мозга. И он спросил этот молодой человек, а у него ноги были переломаны? Он говорит, да, у него одна нога еще была сломана. И это объясняет, что даже когда человек один раз поел освященной пищей, то это освобождает его от множества грехов. Понимаете? То есть этот молодой человек пришел сказать спасибо. Просто за то, что тот накормил его освященной пищей. Это реальный факт. Поэтому очень ценно знать, что пища, она может принести счастье человеку, если она готовится бескорыстно. Когда человек готовит для себя, вот прямо только для себя, он ест один лишь грех, беды говорят. Больше ничего не ест. Человек не должен готовить даже для своей семьи, он должен готовить для Бога и потом уже всех кормить. Должен сначала человек кормить, потом есть сам лучше всего. Особенно это касается женщин. Последовательность приема пищи. Там, где люди живут неправильно, в этих семьях, пищу ест сначала самое неразумное существо, это жучка. Потом дальше, когда жучка поела, ест внучка. Ну то есть дети едят после собак, после животных. То есть сначала женщина готовит пищу. Первым унюхивает животное. Она прибегает, начинает гавкать, потому что она хочет кушать, она не хочет соглашаться, потому что животное, оно не контролирует себя, оно неразумное. И женщина бросает эту пищу, которая еще готовится, уже приготовил, сначала животное поливать, чтобы не орал. Так вот знайте, что когда первым кто-то поел пищу, эта пища наполняется энергией этого живого существа. И дальше все уже будут есть пищу под влиянием этой энергии. Кто должен первым есть? Бог. Вторым? Гости. Супер, все мальчики. Третим? Мужчина. Почему? Потому что мужчина несет карму семьи на себе. Когда женщина выходит замуж, она что хочет? Она хочет, чтобы кто-то дал ей защиту. Она хочет повиснуть, понимаете? Повиснуть на ком. Это означает, что она отдает ему карму свою. Женщина отдает любовь мужчине. Мужчине нет любви. Она отдает ему свою любовь и также свою судьбу. Свою карму означает. И свои страдания. Мужчина берет у женщины любовь и также берет ее страдания на себе. Дети отдают свои страдания родителям. Их на себя принимает мать, прежде всего, так как она больше привязана к детям. И, соответственно, мужчина принимает из себя страдания как женщины, так и детей. Для того, чтобы ему дать возможность выжить, и для того, чтобы эта пища была наполнена его силой мужской, вся пища в семье, сначала ест отец, в семье имеется в виду. Потом ест мать, а потом дети, доедая за родителем, приобретают их благочестие. Когда ребенок первым ест после жучки, он приобретает качество жучки сначала, а потом он не наполняется ничем, никакими чертами характера не наполняется, потому что пища, она наполняет тех, кто ест после. Поэтому старший, допустим, духовно старший, начинает ест раньше всех, беда, говорится. Вот. И все остальные едят за ним. Кто начал есть, тот наполняет пищу своей силой. На той же тонкости, которую вам не обязательно соблюдать. Если, по крайней мере, вы сделаете пищу благостной в доме, то это уже будет победа большая. Субтитры создавал DimaTorzok